Субтитры делал DimaTorzok Все время меня мучают музыкой. Разные. Почему вы мучаете? Сегодня в 7 утра мы сели в поезд. Котлас, Москва. Очень хотели спать, потому что всю ночь не спали, собирались. Но зато мы, в принципе, неплохо собрались. Все упаковали. У нас всего две сумочки небольшие. И куча мучений, что взять, что не взять. Да, потому что в Котласе было около нуля. Все таяло. Мы вышли у нас во дворе лужа. В Москве мы не знаем сколько. В Мадриде примерно 8-11 градусов тепла. В Аргентине около 30. Очень сложно было выбирать одежду. Но, тем не менее, мы с этим справились. И, сев в поезд, мы сразу, конечно, дождались, пока нам принесут белье. И завалились спать. И проснулись, да будет вам известно. В 15 часов. В 15 часов. В 15 часов, да. То есть, в 8 часов примерно мы спали. Курек с едой весь пищал, но дождался наше. Я покушала греческого салатика, который я взяла с собой. А я ел тоже греческий салат. С колбасой и с мясом. Заметно по моим щекам? Заметно. Приехав в Волокду, мы решили посмотреть, есть ли возможность заказать такси из аэропорта. И, вернее, из вокзала, с Ярославского. Казалось, что возможность такая есть. Через интернет? Через интернет прямо мы вышли. Есть вот такая игрушка под названием iPhone, подаренный нам компанией за хорошую работу. Да, очень удобно. То есть, мы вышли в интернет, просмотрели сайты, которые есть по трансферам вокзала-аэропорт. И выбрали самый популярный сайт. Очень хорошая цена, 1350. Встретят нас на вокзале и довезут до Домодедова. Ну, в общем, посмотрим. СМС-сообщение пришло, да? Да, СМС-сообщение с подтверждением пришло о том, что... Вот оно вот, пришло. О том, что... Нас встречает водитель. Да, нас встречает водитель. Зовут его как? Владимир. Владимир. Есть сообщение с номером его телефона. И, в принципе, в любом случае мы особо ничего не теряем, потому что... Кроме денег, конечно. Ну, мы посчитали, что если... Это будет не хлопотно. Время равно деньги. Да. То есть мы, может быть, сэкономим время. Все декладно пощадь. Так как метро открывается в 5.30, а прибываем мы в 5 часов, то есть нам 30 минут нужно будет ждать. И потом на метро до Павелецкой... Это хлопотно, с сумками в метро. Ну, мы попробуем. То есть мы посмотрим, как это получится. Потому что мы это делаем в первый раз. И сейчас мы ждем, когда мы прибудем в город Ярославль, чтобы пройти погуляться по перрону. Подышать свежим воздухом на ночь. Будем тихонько собираться, чтобы все было готово уже. И вяжем... Сейчас по чайной ложке будем собираться. Через 4 чайных ложки мы выйдем в Москве. Да. И там уже нас ждет аэропорт Домодедово. Постараемся сделать репортаж из Домодедово. Если это будет не очень хлопотно, вы об этом узнаете. Да. Вот я взяла в путь с собой очень хорошие книжки в айпаде, что очень удобно. Вот целая библиотека. В общем, сидела, читала. Вот сейчас читаю книжку Простива Джобса. Значит, а так вот целая библиотека книжек. Можно выбрать абсолютно любую. Специально закачала их. Это очень удобно с собой брать. Вот один платшет. В общем, получается так. Для того, чтобы... Если ты хорошо работаешь, ты хорошо... Ты имеешь массу возможностей в компании, да? Ну, мы сейчас речь не о компании ведем, а о том, что есть масса возможностей, которые можно использовать для того, чтобы более комфортно осуществлять свой отдых. И у нас есть с собой фотоаппарат, который мы сейчас пробуем, разный режим съемки. И айфон мы опробовали, как он работает, и айпад, и видеокамера. И ноутбук в чемодане. Ну, ноутбук в чемодане для того, чтобы... Техническая оснащенность, как у оператора центрального телевидения. Да, муж долго сопротивлялся, не хотел везти. А причина, думаю, всем понятна. Потому что куча проводов, и он обрадовался, что штатив мы забыли в офисе, и что не надо брать с собой штатив, потому что я бы заставила это сделать. Роль грузчика неблагодарная, тяжелая и дешево оплачивается. Ну, в общем, и сейчас мы... С вами прощаемся на некоторое время. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok